Всем привет! Сегодня 8 сентября. Естественно, мы не сидим дома и мы приехали на станцию Магри. А что можно посмотреть на станции Магри? Малюсенький пляж, масюленький, масюленький вообще поселочек. И, естественно, база отдыха Лунная Поляна. Находится она, дорога на ней за с моей спиной, куда мы, в принципе, сейчас с вами. И пойдем мы посмотрим, как на нее попасть и что вообще на ней есть, что она из себя представляет. Здесь как раз, если пойти по этой дорожке, то можно прийти где-то через 500 метров к магазину. Это надо учесть. Он здесь один. И вот, когда вы доходите до второго мостика, вам надо повернуть направо. Здесь будет вывеска база Лунная Поляна. И по ней мы потом начинаем подниматься по бетонной дорожке вверх. Пойдем посмотрим. Лунная Поляна. Вот спустя 3, где-то 4 минуты спокойного, в принципе, непринужденного подъема после поворота с ЖД моста вы попадаете на территорию самой турбазы. В принципе, территорию сейчас я вам покажу. Очень красивая сосновая такая рощица, среди которой расположились деревянные домики. Они разбиты на двоих хозяев. Можно либо компанией взять сразу же весь домик, можно просто при двухместном размещении разместиться. Но удобства будут тогда общие. Есть также возможность размещения с удобствами. Это будут отдельно стоящие домики с кондиционером, с санузлом, телевизором. В принципе, больше ничего и не нужно, по большому счету. Сейчас я всю территорию вам стараюсь показать. Имеется такая вот мангальная зона. Можно пожарить шашлычки. После того, как пожарить, при желании можно расположиться вот в такой вот беседочке. Она с освещением. Для детишек. Качельки есть, стеночки, турнички. И при большом желании, но надо успеть, потому что желающих всегда обычно много, можно расположиться на вот таких вот своеобразных, оригинальных диванчиках. На большую компанию они рассчитаны. И посидеть, покушать шашлычок с прекрасным видом на море. Проводить солнышко в закат. Есть еще один такого же плана столик. Честно, расскажу по своему опыту. Очень приятно и красиво наблюдать сам закат с видом на наше любимое Черное море. Как видите, турбаза оборудована и для птичек. Сюда можно перелетным птичкам в отпуск прилетать. Вот такого плана деревянные домики. Они делятся напополам. Их здесь большое количество. Соответственно, база вмещает тоже очень много людей. В принципе, никому не тесно. Всем места хватает. Есть еще одна мангальная зона. Вот труба кирпичная. Еще домики. Санузлы расположены в правой части. Душевые расположены в левой. Реальное погружение в савдепию. Да, при условии съема такого домика холодильник у вас будет один на две комнаты. И он будет стоять на улице. Шикарная территория. Мне очень здесь нравится. Вот видите, даже VIP-коттедж. Территория ухоженная. Все подстрижено, убрано. Уже сентябрь месяц начался. Поэтому, соответственно, уже людей не так много. Все разъехались. Территория очень большая. Красивая. И еще одна достопримечательность этой турбазы. Это второй выход на пляж. Сейчас я вам его покажу. Вот такая чудовища. Территория ухоженная лесенка. То есть, если ты покупался в море, обратно по ней поднимешься, и ты искупаешься в собственном поту. Море сегодня шикарнейшее. Есть вот такой вот номер. Он, по-моему, на 4-6 человек. И наш номерочек. Такого вот плана. С панорамным стерпом. Столовая имеется на территории. Очень, кстати, вкусно. Рекомендую. И стоянка для машин, для тех, кто приехал на авто. Также, если вы едете на автомобиле со стороны Туапсе, чтобы пасть на базу Луновая Поляна, надо доехать до поселка Магри. При подъезде к заправке Роснефть вы увидите вот такой рекламный баннер. Затем вам надо повернуть на саму заправку. И с территории заправки вы уже попадете на саму территорию турбазы. Продолжение следует... Продолжение следует...